Если бы не форменная одежда, не посвященный человек принял бы сегодняшнее мероприятие за обычный урок. Но сейчас здесь рассказывают не о сложении, вычитании или правописании, а о том, как нужно вести себя на улице. Я нарисую пешеходный переход, потому что мы с вами должны по пешеходному переходу переходить, да? Ну и как бы схематично автобус. Ну вот так вот я его нарисую. Наверное, или троллейбус. Разрешающие движение цвета светофора, правила перехода автомобильной дороги, казалось бы, привычные истины, но повторение – мать учения. Тем более, что многие из учеников школы каждое утро, отправляясь на учебу, становятся участниками дорожного движения. Я сталкиваюсь с самой большой сложностью, что на строительной машины не пропускают тебя. И поэтому приходится вставать на носочки и через машину смотреть, где там машины, чтобы обезопасить себя. Задача сотрудников ГИБДД – сделать так, чтобы дети чувствовали себя увереннее на дороге. На необходимость проведения таких уроков указывает и статистика. 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 3 дорожно-транспортных происшествия было с участием детей в возрасте до 18 лет. И 11 дорожно-транспортных происшествий именно с участием детишек до 16 лет. И хотел бы отметить, что 8 именно дорожно-транспортных происшествий было с участием детей пешеходов. Единый день профилактики организован сотрудниками ГИБДД и отделом по защите прав несовершеннолетних администрации Ленинского городского округа. Именно его представитель также выступил перед ребятами и рассказал о важности соблюдения установленных правил и законов. Дети нарушают устав школы, повреждают периодически школьное имущество, такое бывает. Общение с друг другом тоже иногда выходит за рамки. Но к тому же много беды у нас приносит и железная дорога, и автодорога. Очень много травм у детей. Подобные мероприятия проводятся в Ленинском городском округе на постоянной основе. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. ТВ.